Вот так с барабаном в руках в этом море любителей футбола российскую сборную поддерживает Карло Стула. Ему 77 и он самый взрослый аргентинский болельщик. К сожалению, наша команда вылетела из мундиали. Это досадно. Но жизнь продолжается. Пока сборная России в игре, буду ее поддерживать. В этот момент страна словно сошла с ума. Люди поют, танцуют, причем прямо на проезжей части. Автомобилисты поддерживают ликование. Вместе с нами радуются и гости России. Я люблю Россию. Вы показали невероятный матч. Отправили домой фаворитов турнира. Я влюблен в эту команду. В России удивительные люди. Оказывается, вы умеете праздновать. Празднуем и мы, несмотря на то, что болели за Испанию. Сразу после окончания матча Испания-Россия. Здесь, на Казахском фестивале болельщиков, творится что-то невероятное. Футболные фанаты никуда не расходятся. Они будут праздновать здесь до самого утра. Россия! 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 А эти кадры сняты через несколько часов после исторической победы в самом центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицы с флагами и кричалками. Люди ликуют их в Питере. Причем иностранцы радуются не меньше россиян. Мы из Перу и болели за Россию, потому что заносчивым испанцам хотелось утереть нос. Молодцы! Колумбия за Россию, потому что такое радушие, искренность. А вообще жесткая была игра. Море эмоций. Русские молодцы! Ярко и креативно сборную поздравили в Нижнекамске. На местной 196-метровой телевышке всю ночь красовался российский триколор. А в Екатеринбурге мужчина назвал своего сына в честь Дюбы. У вас, Артем, футболистом будет? Нет? Какие планы? Футболистом. Ну, футболом нужно заниматься. Я сам в детстве занимался футболом. А вот Акинфиева теперь в социальных сетях называют многоруким богом Шивой. И даже ставит его ноге памятник. Эмоции после чудо-сейва люди не смогли сдержать даже в летящем самолете. Улица Бауна спустя два часа после матча. Кажется, весь город в триколории. Некоторые считают, победить помогли усы надежды. Давно ли вы отращиваетесь на свои усы надежды? Вот сегодня с утра, с самого начала чемпионата. Мы были бородаты и просто побрились. Побрились? И сказали, если Россия выиграет, мы будем две недели ходить и сами. В победном шествии российских болельщиков участвуют и испанцы. Карлос Мунья два года живет и учится в Казани. Если вы нас могли выиграть, вы могли выиграть всех. Это вы заслуживаете чемпионат мира. О том, что понедельник, рабочий день, кажется, в России забыли. По крайней мере, до утра. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова